Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, что, Яков Аркадьевич? Вадим Антонов, пытали. Причем довольно жестоко. Да я знаю его. Сочувствую. Так, значит, придется передать дело, раз знакомый? Нет, мы не знакомы. Я просто у него покупала сувениры. Он продавец в магазине. Есть что-нибудь интересное? Нет, уйм отпечатков пальцев и все. А орудия преступления? Нашли, но их, естественно, протерли. Ну, понятно. А где вообще Сорокин? Уважаемый прокурорский работник уже ушел. Все осмотрел, пожелал успехов. Слава Богу. Так, кто нашел труп? Хозяйка квартирная. Пришла за деньгами, а тут ей подарочек. Где она? У соседей. С ней Стрижевский разговаривает. Так мы труп увозим? Ну, конечно, увозите. Ага. Все бездельничаешь. Я так думаю. Кого убили? Продавца из торгового центра. Пытали, потом убили. Как твои дела? Что окрали в магазине? Диски с камер видеонаблюдения за вчерашний день. Угу. Что там было зафиксировано? Не знаю. В общем, пока продавцы ночью по залам ходили, кто-то забрался в помещение и спер подчистую все диски. Валет, переложи сюда. Отстань. Да. Здравствуйте. А здесь находится опергруппа Старковой. Опачки. Это мы. Здравствуйте. Здрасте. Я Екатерина Наумова. Буду вас стажироваться. Да. Нас предупреждали. Ну, знакомьтесь. Вот это вот капитан Максим Лапин. Очень приятно. А вот этот вот прекрасный молодой человек, который не может оторвать взгляд от ваших ног. Старший лейтенант Роман Стрижевский. А между прочим, в Соединенных Штатах Америки вас могли бы привлечь к ответственности за сексуальное домогательство с использованием служебного положения. А, 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 а в Америке негров линчуют. М-м-м, да. Ну, в таком случае у нас медведи по улицам гуляют. Слушай, утро начинается с конфликтов. Сработается. Александра Николаевна, я очень много о вас наслышанной и очень хочу с вами работать. Правда. Ведь у вас самый высокий процент раскрываемости. А еще я знаю, что вы внучка Василия Федоровича Старкова. А он легенда сыска. Легенда, он легенда. Присаживайтесь, Катя. Спасибо. Значит так, ребят, я только что из прокуратуры. Господина Сорокина терзает сомнения. У нас есть убитый продавец и ограбление в торговом центре, где работал этот продавец. Какова вероятность, что эти события связаны? Низкая. Почему? Оба преступления произошли в одну и ту же ночь. Следовательно, когда громили магазин, сотрудника магазина убивали дома. Но преступники не могли в одно и то же время находиться в двух местах. Если у них крутая тачка, могли успеть в оба места. Теоретически. Ну, парня убили, скорее всего, при ограблении, а диски украли. Просто украли. Не знаю почему. Я не думаю, что между этим преступлением есть какая-то связь. Тебя что мучает? Ну, возможно, мы смешиваем круглое с мягким, но диски украдены. И то, что видел убитый продавец, мы не узнаем. Кстати, как и меня с моим братом, мы тоже вчера были в этом торговом центре и сделали им месячную выручку. Чувствую, что связь есть, но иллюзорная. Связь может быть реальная, если предположить, что его пытали перед тем, как убить, а убили для того, чтобы он не рассказал, почему его пытали. А что, если продавца убил ревнивый муж любовницы? А диски украли, чтобы скрыть воровство, а? Здорово. Ну, может быть, всякое. Сейчас, простите. Да, Паш, сейчас подожди секундочку. Значит так, ребята, мы с Максимом займемся окружением убитого. А вы с Катей будете раскручивать торговый центр. Что я? Почему не Макс? Он же был в магазине. Ну, во-первых, мне нужен свежий взгляд. А во-вторых, ты наконец-то сможешь вдоволь накомандоваться. Мне хотелось бы с вами. Катюш, у нас в группе все профессионалы, и у каждого можно чему-нибудь научиться. Да, Паш, прости, ты еще слушаешь? Налицо неправильное использование сотрудника. Ром, не переходи границей. Все, приказы не обсуждаются. Что, Паш, ты говоришь? Папа, спасибо, что ты приехала. Чего мы здесь сидим? Гадим домой. Нет, подожди. Я вот хочу, чтобы ты... Чтоб вот это у тебя побыло. Вот это вот? Ну... То, что я тебя отговаривала покупать у меня дома? Саш, Саш, ну... Я понимаю, мне уже Маринка всю плешь проела. Она говорит, я не потерплю, это безвкусица. А я тебя предупреждала. Нет, я понимаю, слушай, но мне жалко выбрасывать. Ну, деду же понравилась табакерка. А может, и она передумает. Пусть побудет у тебя. День, два, может, недельку. Ну, смотри, какая хорошая вещь. К деньгам? Да. А зарплату мне повысит? Обязательно. Обещаешь? Обещаю, это же дерево счастья. Ну, пусть побудет. Какой кошмар! Значит так, последняя инструкция. Я главный, и беседу веду я. А я думала, мы идем проводить допрос. Думаю. Думать буду тоже я. Ну, а если продавец откажется давать показания? Тогда я даю тебе команду, ты его бьешь несколько точек, мы ему заломаем, одеваем наручники и проводим допрос с пристрастием. Ага, а можно еще вопрос? Да. Когда? Что когда? Когда мы перейдем к делу. Пойдем к делу. Скажите, а вы не догадываетесь, кто мог напасть на ваш магазин? Да нет, я здесь просто работаю. Вы хозяина спросите, его Тарас зовут. Его мы тоже спросим. А что тогда ко мне пришли? Меня вообще вчера в городе не было. Приехал сегодня. А, да, еще сменщика можно спросить. Вадима. Вадим, Вадим Антонов? Да, только он будет послезавтра. Не, Вадика не будет. Вадика убили. Ну, жаль, парня. Пусть земля ему будет пухом. А что-то вы не выглядите слишком расстроенным. Нет, но мы работали вместе, но особо не дружили. Он сам по себе, я сам по себе. Как вы думаете, его смерть и нападение на ваш магазин как-то связаны? Это ж вам виднее. Я в таких делах не разбираюсь. Вашего коллегу убили. Магазин разгромили. А вы ведете себя, будто так и надо. А что вы хотите? Чтобы я руки заламывал? Ну, разгромили магазин, но он не мой. И с Вадиком мы на брудершафт не пили. Ну, досадно, что его убили. Но я-то с этим что могу поделать? Это ваша работа, не моя. И вообще, ребята, вы... Вы меня очень сильно отвлекаете. Хозяин хочет, чтобы к вечеру здесь все блестело. Упущенная прибыль. Слыхали про такую? Послушайте, вы... Не будем вас отвлекать, понадобитесь, вызовем повесткой. Всего хорошего. Всегда пожалуйста. Доброе утро. А, здравствуй, Александра. Знаешь, почему европейцы считали русских дикарями? Потому что полагали наши пытки грубыми и некуртуазными. Сплошной моветон и никакого эстетического наслаждения. Да, давненько я такого не видел. Лет десять как... Яков Аркадыч, вы не могли бы ускорить рассказ? Вещь не-то, Александр, торопишься. Ну, хорошо. Парня пытали, как в начале девяностых. Без изысков. Пассатижи не. То есть вы хотите сказать, что пытки были импровизационные? Они не могли чего-то добиться и решили испачкать руки? Ну, да, да, да. Но, тем не менее, опыт у ребят явно был. Сработано хоть неаккуратно, но вполне профессионально. Кстати, говорить он мог до самого конца. Хорошо бы, конечно, узнать, что от него хотели. Но, я думаю, не получится. Можно я подожду вас там? Да, конечно, конечно. Что-то пишет. Ради бога, извините. Да. Это ведь вы вчера в магазине подарки приобрели сувениры. Да, это я. Как хорошо, что я вас нашел. Понимаете, дело в том, что я владелец этого чертового магазина. Ага. И, ну, так неудобно получилось. Наш клиент, очень важный клиент, постоянный клиент, он заказал у нас вот эти сувениры. А потом произошла нелепая ошибка, и их продали вам. Если бы вы были так любезны и вернули нам товар, мы сразу бы вернули вам деньги. Ну... Договорились. Конечно, конечно, никаких проблем. Замечательно. Только, о чем идет речь? Я покупал дерево счастья и табакерку с инкрустацией. Дерево не понравилось моей жене, и я отдал его сестре. А табакерка у деда, но он вернется только через несколько дней. Ваш? Да. Ну как ты? Папа, пошли на машинке. На машинке? Подожди, я разговариваю. Симпатичный мальчишка. О, не перехвалите. Я, еще раз извините, я понимаю, что я мешаю вам общаться с сыном. А вот, вы говорите, сестра. А как ее можно найти? Вы знаете, проще всего на работе. Она там днюет и ночует. А где она работает? Тетя Саша работает в милиции. Где? В милиции, да. В местном ОВД. А. Знаете что? Позвоните ей. Это будет проще всего. О, пожалуйста. Да, спасибо. Я? Я обязательно ей позвоню. А, скажите, а как вы меня нашли? Очень просто. Запись с камеры видеонаблюдения. Мы определили номер вашей машины, а потом узнали адрес. А ваша соседка сказала, что вы здесь, в парке. С Синишкой. Здесь? Я сказала тете Сине, что мы пойдем в парк на аттракционы. Пошли, парк. Ну, пошли, пошли. Да, Саша, я уже к дверям подхожу. А значит, успею приготовить тебе сюрприз. Но ты все равно не задерживайся, ладно? Все. Жду, целую. Так, так, так. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто здесь? Стой! Давай, газ. Саша, Саша, ты не можешь приехать поскорее, а? Ну, случилось кое-что. Ага. Женька, ты точно не видел? Ну, сколько можно спрашивать, Саша? Ну, темно же было, не видно ничего. Жень, а что ты вообще полез в квартиру? Макс. Я, я, ну, извини, извини. Явно что-то искали, Саша. Явно. Кстати, где дед? Дед уехал в Самару к другу. Слушайте, вам замки нужно менять, их же скрепкой открыть можно. Можно я этим не сейчас займусь? Хорошо. Значит так, есть следы взлома, работали вполне профессионально, и вот еще подарочек. Подарочек. Комаровой отдай. Отдам Комаровой. Саша, нужен список похищенных вещей. Знаешь, я посмотрела, ну, так вроде все на местах. Повезло. Слушай, зеленкой, зеленкой надо. Ой, не учи ученых, а? Зеленкой. Перекисью надо, зеленкой. Рассказывает мне тут. Женя, а как ты сюда вошел? Через дверь как я вошел? Она была открыта? Дверь была закрыта. У нас есть запасные ключи. Ладно, ребят, давайте на сегодня все. Саша, пальчики сходи, а экспертиза, а? Ну, давай не сегодня, я прошу тебя. Ром, ты обратил внимание, когда грабят своих, работать невозможно. Ну, пойдем. Пройтись по своим информаторам, может, не идут на грабителя. Ну, пройдись по информаторам. Спасибо. Свет выключите, ребят. Ром, найди, где свет включается. Вот. Ну, раз нашел, туши тогда. Тебе очень больно, да? Ничего, до свадьбы заживет. Слушай, а давай врача вызовем? Саша, ты что, Саша? Чего? Ну, ты забыла. Ну, я же сам врач. Что, я не знаю, что делать, что ли, надо? Смешно, конечно. Ну, да, перекисью. Ты сейчас не врач, ты сейчас мой герой. Ой, да ладно, герой, вон, не смог грабителей задержать. Опозорился перед твоими сотрудниками, подчиненными. А ты мне обещал что-то рассказать. Ага, тут такое дело. Ой, а что это? А? Это дерево счастья. Мне Паша на хранение оставил. Деньги, говорят, приносит. Но что-то пока не очень. Ты моя счастье. Ты моя счастье. Подожди, не отвлекайся. Говори. Ну, ну, в общем, в общем, меня пригласили работать за границей, в Америке. Выезд через полгода, но я без тебя не хочу ехать. Ну, а как же моя работа? А дед? Саша, ну, 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 еще есть время, полгода. Успеем все обдумать, принять решение. Сыграем, наконец, свадьбу? Пора уже, Саша. Пора свадьбу сыграть, Саша. Ага. Интересуйтесь чем-то конкретным. У нас есть новинки кинопроката или, может быть, какая-нибудь коллекция? Электронная версия Уголовного кодекса. Да, лейтенант. Старшой. Ну, что? Как насчет моего заказа? Да я ни в чем не виноват. Я ничего не сделал. Торгую тут понемногу кошельками. Не желаете? Так, никаких продавцов я здесь не вижу, так что отвечать будешь по полной. Ну, что ты ко мне пристал? Ты же мой любимый клиент. Ладно, ладно. Давай серьезно. Скажи мне, у кого зуб на майора Старкова? Да ты что, лейтенант? Вообще, того. Ну, кто ж на внучку генерала замахнется? Кто ты в лесу ее квартиры? Я хочу знать, кто. Есть у нас в районе один отморозок. Погонял укол. Он на игле, ему по баравану куда лезть. Ну, а имя у этого укола есть? Витьком зовут. Фамилию не знаю. Фамилию не знаю. вот. Поищи его здесь. Благодарю за сотрудничество, гражданин Бубенцов. Подарок не желаете? Выбор богатый. Погонял, что звонили? Ликвидация без реализации. О, Саша, ты как раз кстати. Я тут исследовал твой фонарь. Я вообще-то расследую убийство. Да, я понимаю, но я просто подумал. Напрасно вы так подумали. Я буду решать проблемы по мере их поступления. А нападение на квартиру моего дедушки стоит в списке последним. Саша, тебе не говорили что-то странное? Говорили. И так. По убийству Антонова ничего нет. Отпечатки смазаны, использовать их нельзя. Кстати, видеозаписи с камер слежения из этого магазина мне твои ребятки так и не принесли. А потому что их нет. Ромка установил, что это единственное, то, что украли из супермаркета. Странно, на обычных воров не похоже. А где охрана была? Охраны тоже нет. Магазины храняются только от покупателей. Поэтому грабеж обнаружили только утром. Организация на грани фантастики. Ну что, значит получается, что по магазину полный ноль. Ну почему же полный ноль? Я изучил сигнализацию разбитой лавки. Примитивная система, самая дешевая. Такую вырубить, расплюнуть. Чайку не хочешь? Что? Чайку не хочешь? А, нет. Кто там? Из ДЭЗа. Показатели счетчика снимаем. Не двигаться, милиция! Где укол? Куда вы? Куда? Что это, есть укол? Что с ним? Его зовут Виктор. Лечу я его так от заразы этой, от наркомании. А он согласен? Да если бы он не был согласен, разве бы я его удержала? Мама, мне плохо, мне плохо, мама. Потерпи, мой хороший, потерпи. Потерпи, скоро все кончится. И давно в таком состоянии? Полторы недели уже. А он мог куда-нибудь выйти? Ну сами посудите, куда он мог выйти, он на ногах еле держится. Извините, извините, произошло недоразумение. Что себе недоразумение у них произошло? Вот вы мне скажите, почему, как только что случается, вы сразу к нам идете, недоразумение у них? Репутация, наверное, такая. Какая такая репутация? До свидания. До свидания. Прощайте. Продолжаю. Сигнализацию не вырубали, ее отключили. И, судя по всему, родным ключом. Это значит? Это значит, что в магазине должен был быть свой человек. Или они где-то раздобыли ключ. Ну, убитого продавца мы ключи не нашли. Не знаю, убивать человека ради какого-то ключа, это не слишком ли? Ну да. Ну да. Значит, дело в чем-то другом. А про фонарь узнать не хочешь? Ну? На нем есть отпечаток. И он есть в базе данных. Принадлежит некому Тарасу Богданову, который специализировался на контрабанде драгоценных камней. Тарас Богданов. Тарас Богданов. Это же как раз директор магазина. Где лавка сувенирная? Что ему нужно было в квартире твоего деда? Он специализировался именно на бриллиантах. Ах, на бриллиантов твоего деда нет. Сейчас. Сейчас. Макс. Алло. Максим, выясни, пожалуйста, где находится сейчас директор этого магазина? Да, да. Сувенирные лавки. Ты знаешь, что похоже, что это и есть наш ночной гость. Зовут Тарас Богданов. Все, я домой еду. Мне надо кое-что проверить. Пока. 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 Подождите, подождите. Мне нужно поговорить с вашим хозяином. Вы извините, его сегодня нет и не будет. У нас учет. Учет. Это хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Предчувствия ее не обманули. Да, Антошка, че звонишь? – Алло, ты и Саша? – Опа, иди погуляй, хорошо? Давай. Алло, вышла? Угу. Ну вот, если хочешь получить его целиком, а не по частям, сделаешь все, как я скажу. Поняла. Молодец. Мне нужно дерево счастья, которое передал тебе твой брат. Оно у тебя? Где гарантии, что вы отдадите мальчика? Гарантии? Ну, гарантии такие. Это твоя покладистость, и главное, никакой милиции. Хорошо. Я привезу дерево. Ну вот и ладушки. Встретимся через полтора часа. Ты будешь одна, да? – Ну да. – Молодец. Ты ж понимаешь, за тобой буду следить. – Записывай адрес. – Говорите, я запомню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-то ты сегодня не в форме. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох, не говори. Все, все еще работа. Теряю квалификацию. Так, почаще заходи. А то у тебя все преступники поразбегутся, нам потом отлавливают. Ага. Извини. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Макс? Так. Да. Да, я понял. Понял! Борь, можно тебя? Что там? Слушай, срочно нужна твоя помощь с ребятами. Ром, ну ты правила знаешь. Я правила знаю. Сейчас не тот случай. Некогда оформлять документы. Молос мне причитается. Как всегда? Слушай, ну и как всегда. Пойдем, объясни, что случилось. Значит так, слушай. Я сделала все, как договаривались. Где мальчик? Молодец. Только говорить будешь, когда я разрешу. Хвоста нет, я проверил. Пойдем. Пойдем. Зачем? Страховка. Мадам, небольшой шмон. Оружия нет. Где дерево? Где мальчик? Сначала дерево. Сначала, Антон. Отпусти. Я сказал, сначала дерево. Отпусти. Отпусти. Иди. Дерево на заднем сиденье. Ну что, все в порядке? Да, они сказали, что это игра. Они все в масках, а ты без маски. Почему? Ну, потому что это игра. Так. Ну вот и все. Я так устал. Здесь не хватает одного камня. Где? Может, мы домой пойдем? Сейчас они уедут, и мы пойдем. Может, он потерялся просто? Черта с два. Здесь следы инструментов. Она все просекла. Бежим. Быстро за ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прячься, мой миленький. Быстро, приди прячься. Быстро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы их забираем и поехали. Там в машине еще один. Да, там наши уже работают. Спасибо. Александр Николаевич. Ну, чего? Борь, с меня причитается! Да ладно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антошка, поди посиди, посиди в машине, посиди в машине, вон она. Ну, ты и не дура после этого, а? Мы могли не успеть. Дура. Дура. Как вы вообще здесь оказались? Я искал Богданова, посетил магазин, там его не оказалось. Пошел и увидел, как Насовский рванул после меня к своей машине. Я сел ему на хвост. Он меня привел в школе, где Антошка учится. И там к нему быстро сели Богданов и Антошка. Я ничего не успел сделать. Позвонил Ромке. Ну, почему ты не позвонила? Ты понимаешь, с чем это могло кончиться? Ну, ладно, ну, чего ты? Ну, ладно, мужики, ну-то. О, кстати! У меня там колесо проголотое. Надо сменить. Колесо, это хорошо. И все-таки, Оксана Николаевна, вы поступили легкомысленно. Спасибо, ребята. Вы меня посли, понимаешь, я это видела. С меня б за такие форсили, вы б всем шкур сняли. Я думала, что все пройдется. Я не знала, что они меня раскусили. Главное было забрать Антона. Потом объявили бы в розыск. Правда? Обычный русский авось. Зато мы можем закрыть сразу два дела. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что это наши уголовнички разгромили магазин и убили продавца. Все-таки доказательств лучше подсобрать. Какие еще доказательства? Налицо налаженный канал контрабанды драгоценных камней. Тарас получал бриллианты в виде сувенирных деревьев и передавал этому Носовскому, или как его, второму. Вот, Антонов этого не знал и продал дерево. С этого начался весь сыр-бор. Макс прав. Дополнительные доказательства по контрабанде нужны. Когда мы уже поедем? Садись. Ой. Курточку. А, прости. Эй, господа хорошие, меня кто-нибудь подбросит? Здесь метро нет. Ну, в принципе, ты прав. Сегодня моя очередь. Давай, садись, Ром. Слушай, а дерево все-таки могло стать счастливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»